Прямые выплаты. Пилотный проект под таким названием стартует во Владимирской области. За ним стоит фонд соцстраха. Что такое прямые выплаты страхового обеспечения? Кто теперь будет рассчитываться с работающими гражданами в случае их нетрудоспособности? Есть ли плюсы от введения электронного листка нетрудоспособности? Об этом говорим сегодня с управляющим региональным отделением фонда соцстрахования Алексеем Копиным. Алексей Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу первый вопрос. В чем особенность этого пилотного проекта? Для того, чтобы понять особенности пилотного проекта, нужно, наверное, напомнить нашим телезрителям о том, каким образом организована выплата пособий по социальному страхованию в настоящее время. В настоящее время региональное отделение работает с предприятиями и организациями нашей области по так называемому зачетному принципу. Пособие работающим гражданам выплачивает работодатель. В счет начисленных страховых взносов в фонд социального страхования. А фонд социального страхования перечисляет лишь разность между суммой начисленных страховых взносов и размером выплаченных им пособий. При переходе на прямые выплаты пособие по социальному страхованию будет выплачивать уже не работодатель, а напрямую застрахованным гражданам выплаты будет производить территориальный орган фонда социального страхования на основании тех сведений, которые работодатель нам предоставит по своим работникам. По страхованию на случай времени нетрудоспособности и в связи с материнством работатели должны будут уплачивать страховые взносы в налоговые органы, поскольку они являются администраторами данного вида страховых взносов. По страхованию от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний выплаты будут производиться непосредственно в фонд социального страхования, так как администраторами являемся мы. Алексей Яковлевич, в чем преимущество пилотного проекта? Во-первых, работающим гражданину будет рассчитана сразу же полная сумма, причитающаяся ему пособие, и выплачено это пособие будет в установленные сроки и в полном объеме. Во-вторых, наверное, самое главное преимущество в том, что пособие будет выплачено независимо от того, в каком финансовом состоянии находится его работодатель. Алексей Яковлевич, для работника как-то способ сбора документов и их предоставления изменится? Для работника никаких сложностей не будет. Работник, как и прежде, обращается с заявлением на получение пособия к работодателю и указывает в своем заявлении удобный способ получения для него пособия, либо на банковский счет, либо почтовым переводом. Далее документ будет проходить следующим образом. Работодатель заполняет свою часть заявления, которые предоставил ему работник, и в течение пяти календарных дней работодатель обязан его представить в филиал регионального отделения по месту регистрации. Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности также будет лежать на работодателе, поскольку первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель. Начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности уже назначение выплаты пособий производит фонд за счет бюджета фонда. Как раз хотела об этом спросить, какие пособия будут оставаться в видении работодателя, а какие будут у фонда социального страхования? Значит, начиная с 1 января следующего года, региональное отделение фонда социального страхования будет напрямую выплачивать следующие виды пособий. Первое – это пособия по времени нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Пособия по беременности рода. Пособия, которые назначаются женщиной при постановке на учет в ранние сроки беременности. Пособия при рождении ребенка. И ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет. А также плата дополнительного отпуска, которая предоставляется на лечение пострадавшему от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в том числе оплату проезда к месту лечения и обратно. И также региональное отделение будет продолжать возмещать расходы предприятиям и организациям по следующим видам. Это выплата социального пособия на погребение, оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком инвалидом. И кроме этого региональное отделение будет возмещать страхователям произведенные ими расходы на профилактические мероприятия, направленные на снижение производственного травматизма. Все говорят об электронном листке нетрудоспособности, и что это действительно удобно. А вот внедрение прямых выплат как-то изменит использование? Вы знаете, электронный листок нетрудоспособности довольно-таки неплохо продвигается на территории нашей области. Сейчас электронные листы выдают уже 77 лечебных учреждений. Уже выдано более 40 тысяч электронных листков нетрудоспособности. И мы сейчас также призываем всех работодателей активнее использовать получение электронных листков нетрудоспособности их работниками в лечебных учреждениях. Кроме этого, это облегчит им заполнение реестров в электронном виде, который они нам будут передавать для назначения и выплаты пособий работающим. Во Владимире этот проект стартует с января. Сколько уже регионов присоединились? В настоящее время в пилотном проекте работает 39 субъектов Российской Федерации. С 1 января текущего года к пилоту подсоединяется еще 11 субъектов, в том числе и наша Владимирская область. Опубликовали на сайте номера телефонов горячей линии, их три. И любой застрахованный, любое предприятие может позвонить и задать любые вопросы. В течение рабочего дня там дежурят наши ответственные работники и дают консультации. Алексей Яковлевич, есть какие-то популярные вопросы, которые работодатели задают в связи с выходом? Иногда работодатели задают вопросы, а можем ли мы не переходить на прямые выплаты и остаться на прежнем варианте. К сожалению, нет. Это обязательно для всех. Я думаю, что это будет в первую очередь удобно и самим работодателям, и застрахованным гражданам. Спасибо, Алексей Яковлевич. Спасибо. А я напомню, мы сегодня беседовали с управляющим региональным отделением фонда соцстрахования Алексеем Копиным. Спасибо.